и рад вас снова приветствовать дорогие друзья мы продолжаем играть в never winter night часть 2 вот играем мы за тупого ублюдка вернувшегося к нам с прошлой части с прошлого аддона так скажем да вот и находимся мы сейчас в руинах хрен пойми каких и хрен пойми зачем нас батя наш приемный отправил сюда сказал тут какой-то осколок находится вам надо его найти вот вместе с этим дебе генератом видео в принципе сами далеко не ушли у нас интеллект всего шесть по моему сми память не отшибло да называть своего сопартийца дебилом это конечно вверх пусть и с моей стороны так за нами еще и следят зачем-то кто-то наверное хочет попрощаться со своими глазами вот их выдерну когда найду этого человека не хрен за мной следить так давайте 12 нажмем все здесь у нас значит будут насколько я помню ящерицы которых мы должны разнести на ну вот ну иди сюда ах ты падла держать ух ты неплохо мне стрельнули в лицо так что 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 за подсветка не больно выстрелил так тут у вас многовато ребята так вот этого нахрен сразу же колдунишку что ты со мной сделал чмо ошеломлен вот я ошеломлен это плохо потому что я сейчас могу в таком состоянии по-своему долбить то есть я вообще не подконтрольный все снилось хорошо умереть валя лучника спровоцированная атака скорее все убил да убил так пластинчатый заспех уже что-то повеселее а мы пластинчатый заспех по моему и не можем носить потому что мы варвары валу у нас носит среднюю броню 34 да это средняя пластинчатый у нас он тоже средний кстати средний до 43 давайте посмотрим отце повысится у нас нет 13 да я учета его потаскаю так рукавица не поздно но это я все не опознаю нихрена что настолько дебил конченый так смотрим что еще так ящики посмотрел этот ящик заглянуть стрелы зелья зелье кстати можно глотнуть в принципе но лучше глотать во время боя здесь я предлагаю все таки нам сейчас присесть есть такая возможность отдохнуть пополнить здоровье нравится дальше сохранимся так ну что за говно так тут что-то еще было трафика были короткий лога все берем нам на продажу чем мы как паровоз бен товарняк можно столько таскать варвары обычно кучу целую могут таскать за часы повышенной силы ой ловушка сработала какая-то а жук какой-то меня за яйцо укусил бивил вытащи битащи его может сам вытащу сейчас теперь бивил укусил жук отлично все всех вытащили а ты у нас что такой легко раненый так камень грома это и как крафтовый предмет насколько я помню может никому с тем что не крафт и его можно метать в противника как гранату так ну возьми пожалуйста уже эту хрень я железа жука это точно крафтовая так это я по-моему обшарил да у меня с памятью все плохо что-то тут спрятался авто такой малыш так все я ничего не могу я ошеломлен сейчас меня будет трючить пока этот мозг не пропадет я буду тупить а вот теперь могу не тупить могу убить так рассечения помах это помогут я промазал рассечением жопа какая-то ну в принципе два бойца нас на самом деле не так ты просто завалить по сути так ну ты молодец мой товарищ код он прямо перед монитором сел красавчик ха ха умереть блин а где рассечения почему не произошло вот стрелять в упор не крайне нельзя в этой системе данжен драгонс потому что а блин стрельба в упор считается спровоцированной атакой то есть ты даешь еще противнику возможность так скажем вне раунда по тебе атаковать так все да я хотел посмотреть чувство стороны находится камера это конечно немножко привыкнуть это вам не первый номер winter забираем лук жмем в 12 идем дальше ах вот стреляет больно по мне кстати говоря очень интересно почему а вот ближний будет не очень больно бьет ну ты чё такой верткий ай да что тварь я ж до тебя доберусь эти очко щас шкуру с жопу сдеру тебе ящерную твою на сумку так свитки это все не для нас свитки это для ушных магов наше дело это топоры секиры мечи так колдунишка а сейчас опять не отлично я защитился от этого блин чудо я подраняю уже козлы вонючие иди сюда хорошо нормально так давай может залечимся себя я есть там аптечки об лечение успех несмотря на то что я лечение это силовому персонажу ни хрена не качал а возможно нужно прокачивать ему лечение но это время не классовое умение конечно его он будет качаться очень медленно охрана на в реку вот это и приголубил у меня на 17 хп половину считаю забрал так сейчас она будет отдохнуть потому что насколько я помню в той комнате будет жесть там по-моему много ящеров и у нас очень высокие шансы не уговорить их в диалоге потому что мы дебилы не наш конек мы можем конечно попытаться запугать вопрос о great spirits of the stone tomb please hear our plea the other lizardling tribes take our territory they wage war and before we fight them for our ancestral hatching grounds Мы просили твои благословения. Наверное, есть очень много их. Может быть, это не была такая хорошая идея. О, жаркий血. Здесь... Твоя присутствие обвиняет стону Бога. Он убил меня к вам. Ну, короче, понятно. Нет запугивания. Спасибо, что открыл дверь, а теперь ты умрешь. Так, мы сейчас, конечно, в окружение попадем. Кончились. Так, давай, давай, кто у вас тут самый потрёпанный? Нет такого. Отлично! Давай, давай! Да всё, их всего-то, блин. Раскидали как детей. Блин, я думал, он будет жёстче. А оказалось, изи. Так, зачем-то бесполезные дротики взял. Так, ну, в принципе, здесь мы заканчиваем. Серебряный осколок, бонус к здоровью. Тонкий привык, не обхоженно. Мы рисковали жизнь и лим, за это? Никакого этого не имеет смысла. Дэген может сделать свою собственную область и квесты с сейчас. Когда ты готовы заходить, давайте отходим. Ладно, пойдём. Да, за этим мы рисковали. Потом это, конечно, будет жесть. Оказывается, зачем мы рисковали. Мы рисковали. И вы пришли заходить. И вы пришли заходить. Это всё, что ты можешь сказать? Я почти умерла там. Если я не вернулся, что вы могли бы решить задачу, я бы отправил ещё. Да, ну, ну, ты не вышли заходить, что вы пришли заходить из-за лизардов. Нет. Я был здесь, участвовавший бонус. Сейчас найдёшь Марин и сделай так же. Я не вижу, как ты с ним разговариваешь. Сейчас, заходить. Позвольте мне это. Так. Хорошо, что не я один. Думаю о том, что Билл лучше держаться от всего этого подальше. Что я хочу сказать вам, не для Бевелых лет. И после этого ночи, вы тоже не будете путешествовать вместе. Бевелл имеет свой использование, но не умеет зависеть от кого-то из старого крови в слишком длинном. Он тоже, он меня кричит и не будет служить, где вы присоединены. Ладно, я принёс исколок. Теперь-то что? Я требую вас, чтобы идти в городе Невервинтера. Найдите моего полового брата Данкана, отрежьте вторую шарду и возьмите его в мае, который вы both can trust. Данкан в доме в районе города города, Сункен Флаген. Не самый... ...репутатый место, но достаточно безопасно. Так. А если на меня нападут чудовища? Нет, конечно, блин, точно не по-злобному. Слушай, а почему бы нам не закопать осколок линия этим тварям? Другие? Ммм. 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 Так, я хочу с другими поговорить. Так, с Дейгом понятно, сельский житель Атарвас может что-то вроде дать нам. Так, хорошо, только не жди никакой помощи, когда попадешь в переделку в следующий раз. Так, ты чем-нибудь мне можешь помочь в путешествии? Слушай, я ни мозгами, ни щитом вообще не пользуюсь. Так, ну, мы сейчас у него ничего, конечно, не выцегнем. Так, ты упоминал какие-то тайны. Суапа у меня много денесенов, самый опасный, и все из них особенно угрожает их. Но эти новые пасты не национальные. Так, это за причину, что они путешествовали через лагу сурапов и этот отрицательный вкус, чтобы сюда приехать. Кто-то, кто беспокоит, должен иметь хорошую причину. Так что, что ты обладаешь, держи его внимательно. Кто-то, кто слишком лошадный, чтобы пройти так много усилий, не забыли легко. Так, тебе Дейгон уже сказал, что я несу. Дейгон не сказал мне что-то, мальчик. Но прямо после атака, ты прыгаешь в свампу, и теперь ты вдруг уходишь. Это говорит волюмам. Угу. И я верил, что что-то, что эти Блейдлинги, которые были нахранят, в вашем паке, в этот момент. Но я не хочу знать детали. Не чтобы быть слишком драматичным, но я думаю, что такое знание может показать... опасным. Так, если ты так разираешь жителей Западной Гавани, нахера ты сюда приехал? Так, а почему ты вообще берешь все учеников? Ты думаешь, что это выбор? Убирая бедные детей, вставив мою место с иноптными руками и мягкими маями? Я могла бы найти виновата для этого. Но вилляжа имеет... ожидания для хозяйства. Воспособления, которые не могут быть шерты. Так я их учу, чтобы они могут... писать дурные сообщения, и мастер, какого-то такого рода, только чтобы их смотреть и бросать все это в порядке, в значительной жесткой лояльтии. Ступая девочка! Так. Разумеется, история там не заканчивается. Так, несколько лет назад я слышал, как Герук Редфилл рассказал, что ты приехал сюда из-за войны. Этой человек сказал, что слишком много. Это правда, что часть из причин, что я пришел в Вест-Харбор, это потому что война, которая была бороться здесь. Вы, наверное, слышали это упоминание, от времени до времени. И, безусловно, вы также слышали те же, что я имею в виду. Я считаю, что вы могли даже это от других вилляжей. А еще что-нибудь о войне знаешь? Демоны. Понятно. Демоны были вовремя, но, интересно, нет очевидных ответов, к которому и почему. Я считаю, что часть этого является отсутствие места, да? Есть несколько боевых в войне, и все из них были бороться в мировой жертвы. И злойный визард был в течение всего. Есть очень много нефильных военнослужащих, которые вообще видели никакой действий. И никто из них не успевает. А почему другие жители Гавани о войне молчат? И что они бы сказать? Я считаю, что архивы так много в течение того, как архивисты. Батла, которая была борта здесь, не involved heralds и flowery declarations. Это involved the wholesale slaughter of two forces with your village in the middle. The entire village was nearly destroyed. И почти никто, кто остался в Вест-харбе не успевал ночью. Ты действительно архивисты. Люди здесь имеют статус, которые обычно находятся в рамках и варваре. Попросите что-то. Я не могу сказать на этом вопросе. В факте, я бы prefer это. О, очень хорошо. Купить. Все, поговорили с ним. Давайте мы теперь продадим то, что понаходили. Так, стрелы сюда. Так, что все-таки тащитель, надо еще опознать все. Так, золотая чаша латандера. Всеобщее исцеление, серьезный хран, свет неограниченное количество. Это кубок из чистого золота. Он искусно сделан. На сбоку изображен символ в виде солнца, восходящего над цветущей розой. Кубок может разлить вокруг яркий свет, так же, как и при сотворении заклинания свет. Еще кубок может создать истреляющий круг. Но на это требуется расходить один заряд. Когда все три заряда будут израсходованы, кубок, тем не менее, сохранит возможность спускать свет. То есть, понятно, да? Можно свет еще вырубать. Давайте поставим его сюда, не знаю. Так, это я, наверное, не продам. А, нет, за один золотой. Кинжал плюс один забирай. Двуруки забирай. Лук. Ну, один лук надо будет оставить себе. А, у меня уже есть один лук. Так, все это продаем. Так, волшебное оружие не смогу использовать, конечно же. так, это исцеление редких ран. Это священники. Естественно, варвар. Это, особенно, мой варвар, тупой орк. Он сможет только посмотреть на бумажку, на которой что-то непонятное на конябина. Вот и все. Так, топор. Нет, это одноручный. Так, опознать. Колющий. Че, за сколько уйдет? Застем золотых. Замечательно. Так, так, двуруки неплохо стоят. Малахит. Малахит, может быть, даже оставлю. Перчатки концентрации. Но мне они нужны. Нахрен они. Так, болотный мох. Продать можем? А, тогда выбросить. Нам он точно не поможет. Так, факел один. Нахрен. А, тоже не могу. Туда один выбросим. Шипблейдлинга. Это для крафта, скорее всего, возможно, нужен будет. Так, посох. Понятно. Ой, выбросить. Чтоб лишнее не таскать. Ну, короче, как-то так. Разгрузились немножко, денег подняли. Все, отлично. Так, что ты скажешь, дебил? Значит, твой отец послал тебя в номер Винтер. Будто всех с тех приключений, что нам сегодня ночью выдались, на всю жизнь недостаточно. Надеюсь, когда ты доберешься до города, ты не будешь там задерживаться и скоро вернешься. Впрочем, большинство тех, кто уходит из западной гавани, вообще никогда не возвращаются. Так. Да, я искал, причиню поскорее отсюда свалить. Не забывай, что если ты попадешь в переделку на дороге, то жители гавани тебе помочь не смогут. Надеюсь, что у тебя справа, после того, как ты унесешь склор, нападения на деревню больше не будет. Но в деревне нужны все воины, которые тут есть. Я состою в ополчении, и я поклялся защищать западную гавань. Я не могу вот так просто об этом забыть. Так. Ладно, с тобой говорить не о чем, я пойду. Удачи! Если ты встретишься с тем, кто убил Эми, вот к ней мукин жал сердце от моего имени. Она заслуживает хотя бы этой малости. Понятно. Так, Орлин. Что скажешь? Итак, ты отправляешься в Норвинтер, да? Не забывай, ты из гавани, не давай городским спуску. Мы, жители гавани, можем о себе позаботиться. Нам не нужны никакие дурацкие крепостные стены. Так, что-нибудь помочь мне можешь? Вот, возьми, жители гавани держатся вместе, не за то, что, не то, что городские. Запомни это. Так, зелень из селены средних камней дал. Был бы я побогаче, я бы сразу все поделился с тобой, но после нападения, да еще и после неудачного сезона, но это все, что я могу тебе помочь, чем прощать. Так, а ты, может, мне что-нибудь еще дашь? Не забывай, я хочу услышать все о твоих приключениях, А, понятно, все, с тобой уже не заговорить. Так, мама твоя. А, друг Бивиса, спасибо, что привел моего сына из топи в целости и сохранности. Билл все еще сильно переживает после нападения на деревню и гибели вашей подруги. Спасибо тебе, что ты за ним присматривал. Знаю, тебя поставили в Норвинтер, город мастеровых. Надеюсь, ты пойдешь дальше, чем брат Бивилл, лорд. А что случилось с Лорном? Он отправился на войну с Лусканом, да? Он так и не вернулся, я не знаю, жив он или мертв. В войне с Лусканом погибло много солдат, я молюсь, чтобы его среди них не оказалось. Брат Меринг говорит, что никогда не нужно терять надежду, но прошло уже так много времени. Я просто хочу знать, что с ним сталось. Если он умер, то нужно похоронить его с другими членами нашей семьи и воздать ему надлежащие солдатские почести. Так, а ты че... Ну, короче, этот Лорн, мы его еще встретим. Ну, он не совсем нормальный парень стал, конечно. Ну, вспомните, короче, об этом разговоре, когда мы его встретим. Так, ты мне че-нибудь помочь можешь? Борис, мне нечего тебе дать, эти твари весь наш дом выпотрошили. Ну да иди нахер. Так, священник. Пока что в западной гавани все тихо, и во многом мы обязаны этим тебе. Мне жаль твою подругу, я не смог ее спасти. Так, если бы ты не прятался вместе с детьми, то может быть и спас бы ее. Я понимаю твой гнев, но я не смог бы ничем помочь твоей подруге, даже если бы я был там. Дейкун сказал, что ты отправляешься в Невервинтер, сейчас не самое подходящее время для путешествия. Торговец Галин рассказал нам о своем путешествии, и если он перевирает не больше обычного, то дорога в Невервинтер у тебя будет не из приятных. Я буду молиться за тебя, топи мертвецов с каждым днем становятся все опаснее. Так, а тебе что-нибудь вообще удалось узнать о нападении на деревню? Боюсь о нападениях тебе известно столько же, сколько и мне, и с каждым часом знаний не прибавляется. Впрочем, дуэргары и блэдлинги пришли сюда с какой-то определенной селью, и боюсь, на этом дело не кончится. Так, а что у тебя спросить? А почему в болоте становится все опаснее? Как любят напоминать мне местные фермеры, я тут новичок, но за те годы, которые я здесь прожил, я заметил, что даже в болоте времена года сменяют друг друга. Теперь наступает тоскливая зима. Каждое утро я приветствую рассвет, и благословение Латандера становится более отдаленным. Опасности, таящиеся в болотах, это не только люди-ящеры или зазбойники. В его глубинах есть что-то еще. Что-то еще. Тебе какие-нибудь факты известны? Похоже, ответ единственное, что от меня нужно жителям гавань. Но забота жреца не отвечает на вопросы, а поддерживает веру, когда ответов добиться непросто. Так, а о моем отце что-нибудь знаешь? О твоем приемном отце. Ну, коль скоро ты уходишь от нас. Я долго держал свое мнение при себе, но ты сам попросил меня высказаться. Дейгун замкнулся в себе, и я считаю, что его отношение к тебе достойное осуждение. Я чувствую, что его терзает старая душевная рана. Такие раны залечиваются очень медленно, если вообще залечиваются. Мне жаль, что тебя вырастили в доме, где ты скорее, а где ты был скорее с болезненным напоминанием о прошлых странах, чем членом семьи. Так. Не было для меня дела. А я знаю, что ему никогда не было для меня дела, и это чувствую взаимно. Не говори так. Неважно, в чем он виноват, но он твой отец, и он тебя вырастил. Одно это достойно уважения. Чужая душа потемки, особенно у такого скрытного человека, как он. Надеюсь, однажды выберется из своей скорлупы. Если кому и нужен хозяин утра, так это ему. Он, разумеется, меня избегает. Думаю, я уже слишком много сказал по этой теме. Так. Полечи меня чутка. Ой, еще и блеснул опять. Так, кошак, ты мне диалоговое окно закрыл. Так, чем-нибудь помочь можешь, нет? Знаю, мы с тобой не всегда ладили. Твое имя и неприятности долгое время были синонимами. Но советую тебе увидеть в этом путешествии возможность самосовершенствования. О, да. Как бы то ни было, я благословлю тебя, тупой. Я буду за тебя молиться. Нахрен это я. А почему ты все еще пытаешься научить жителей Гавани вере в Латандера? Рад, что кто-то вот просто взял да и спросил об этом. Жители Гавани так ценят свою личную жизнь, что даже не знают, что делать с такими, как я. Я здесь потому, что свет утренного солнца касается каждого под этим небом. Живет ли он в городе или на болоте. Каждый день это шанс начать все сначала. Начать писать новую историю даже для тебя. Я уже начал как раз ее писать. Заново. Поэтому я пришел сюда, чтобы внести слово Латандера людям, которые, бывает, слишком уж часто укрываются в туманах топий. Так. И ты добился каких-нибудь успехов? Нет, и тебе это прекрасно известно. Похоже, самая плодотворная конструктура в западной Канаде упрямство. Так, ладно. Покеда. Все, с этим тоже перетер. С этим перетер. Сельский житель Бирил перетер. Так, ну что, остался у меня, наверное, только... Вот этот, Георг. Так. Дейген отправил тебя в Невер-Винтере, а? Я не могу сказать, что я согласен. Если это было милицией, то я не отправил тебя alone. Но я не имею права сказать, как родить ребенка. А ты можешь мне рассказать, почему ты идешь? Твой отец не скажет мне что-то. Так. Да я искал любой повод, чтобы свалить отсюда нахрен. Так. Да я искал любой повод, чтобы свалить отсюда нахрен. Я всегда думал, что твоя амбиция была большая, чем в нашей городе. Но сейчас... Не будет легко, достигать Невер-Винтера. Я путешествовал эту дорогу раз и дважды. Это опасная путешествия. Особенно для того, чтобы путешествовать alone. Может быть, ты хочешь спросить вокруг города. Может быть, несколько человек, которые будут виноваты помогать, как ты. Так. А... А... А ты вообще не слышал каких-нибудь историй про мир за деревней? Так. Ты хочешь услышать историю? Хе-хе-хе. Посмотри на свамп-эльф. Ты видишь? Эльф никогда не прекратит растение. И обычно, они должны встретиться, до того, чтобы они были гораздо большей, чем в размерах. Но один из старых живет в нашем собственном свампе. Он огромный! Огонь. Огонь. Это дерево. Забудь о том, что я спрашивал. Я то думал, что после событий этой ночи смогу добиться тебя внятного ответа. Так, помочь мне чем-то можешь? Хе-хе-хе-хе-хе Я думаю, что я был слишком простым на тебя за годы Внутри люди не имеют слишком много потенциала для проблемщиков и бульсов, как ты себя Как бы я со всеми переговорил? Бивил, все Кто что мог, тот мне дал Короче, мне никто ничего не дал, кроме Орлина Орлину не только бабок дал Ой, средняя зелья исцеления Так... Чей дать не можешь? Это я уже поговорю Ладно, я готов идти Чтобы выйти в Невервинтере, возьмите дорогу, который сборит Старлинг фарм из города Это единственная дорога через Мэр Дедмэн, так как следить ее будет легко Эта дорога самая не была патролирована за некоторое время, и несколько путешествовала Переходите быстро, и вы сможете избавиться от многих богатых Мэр Так, похоже, меня ждут лишь новые опасности Я надеюсь, что вы увидите свою часть борьбы, пока вы достигаете Невервинтера Слышите от дороги, и опасность еще больше Я сделаю это знал, что вы путешествуете по городу В том числе, что врагу тебя преследуете по дороге В том числе, что врагу тебя преследуете по дороге Вместо того, что вы идете к небольшому городу Хайклиффу, пока вы открыли от свапа А, значит я еще и в Хайклифф пойду Так, а почему же мне нужно плыть на корабле? Ну понятно В общем-то, вот таким образом, друзья, со всеми попрощались Все мне насрали на дорожку То есть этот лысый черт мне ничего не дал Я так надеялся Давайте пока выйдем уже отсюда И, наверное Так, в гостинице покуча его, да? Ага, ну сюда Вот, и на этом серию мы будем с вами уже заканчивать, дорогие друзья Вот, ожидайте, пожалуйста, следующей серии Я надеюсь, она вам понравилась Если это так, то, пожалуйста, оставайтесь на канале Вот, берегите себя и своих близких Не болейте коронавирусом Не болейте ничем Сейчас, что-то посмотрим, что загрузится Акт 1, наверное, покажет или что-то такое Я помню, здесь на акт игрушка разбита А, нет, ни хрена Ну вот, короче, мы появились на новой локации И там впереди мы видим уже разборку И нашего, ну, чуть-чуть спальдернов Будущего спутника Келгара Айронфиста Все, друзья, всем большой пламенный привет!